Поучаствовать в необычном голосовании шли пенсионеры и студенты. Свои симпатии единороссам благовещенцы высказывали на участках по месту прописки. С 10 утра до 6 вечера в городе работали 49 участков. Людям выдавали по три бюллетеня с фамилиями кандидатов в мэры и в депутаты, по одномандатному округу и по единому партийному. Я считаю, что это мероприятие хорошее и отличается тем, что мы даем возможность людям, которые проживают на определенном округе, высказать свое мнение по предлагаемым кандидатурам. Стоит этим кандидатурам в дальнейшем идти от партии во власть, либо нет. Однако среди голосующих были и те, кто не понял, что голосование предварительное и организовано среди представителей только одной партии. Люди шли отдать свой голос за нового градоначальника и депутатов. Я не поняла, я думала, выбор. А вас не смутило то, что вы только кандидат в Единой России? Нет. Не смутило? Нет. Это нормально? Да. А много вас среди знакомых, кто не понял, что это не Единой России? Многие, многие. Вот даже в нашем подъезде я спросила у одной, она говорит, а почему сегодня? Это должно быть уже выбор 14-го какого-то. Я говорю, ну не знаю, мне дали вот это, что сегодня. О праймерис люди узнавали из листовок. Их распространяли на улицах, бросали в почтовые ящики. Некоторые получили приглашение на голосование с подарочными купонами. Единороссы дарили благореченцам магниты и ручки с символикой партии. Были и жители, которых на праймерис пригласили друзья. Сказали прийти проголосовать. А кто сказал? Ну, попросили за Кондратьева. А кто пришел? Ну, друзья. Ну, сказали, что за Единую Россию. Спортсмен. Ну, как бы сам спортом занимаюсь и решил прийти проголосовать за него. Многие специально пришли поддержать единороссов, которые уже показали себя как депутаты. Претензий к нему нет, помощь от него всегда есть. Дома нам, дворы помог протолкнуть по-русски. Так что вопросов нет, все пойдут за него голосовать. Вдруг мы его протолкнем, там дальше пойдет. Нам легче будет. Так что, поэтому мы пришли. Правила партийного голосования отличаются от тех, что действуют во время настоящих выборов. Хотя здесь тоже создана своя избирательная комиссия и работают наблюдатели. Мы не подчиняемся закону о выборах. То есть здесь все регламентируется только уставом Единой России. Ну, актами, да, которые предусмотрены вот в данном случае. Можно в том числе и агитационные материалы размещать. Главная задача и цель – это сделать социологию, понять правильность направления. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы отследить ситуацию, сделать анализ. Поэтому изначально нет смысла какой-то фальсификации. Для чего, если мы сами для себя проводим эти выборы? Мы же должны правильно понимать дальше, каким путем идти. Всего в предварительном партийном голосовании поучаствовали почти 60 единороссов, которые хотят стать депутатами или мэром. В том числе и совсем молодые. Одной из претенденток в народные избранники стала студентка АМГУ 92-го года рождения. Станет ли она настоящим кандидатом в депутаты, жители узнают после подсчета голосов. Анастасия Носкова, Василий Пронькин, Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова